Здравствуйте! Это серия мастер-классов о том, как ставить ссылки на дропах. И в рамках этого мастер-класса, а он у нас второй, я расскажу, как поднимать дропы. В первой части мы поговорили, на какие параметры самые важные надо смотреть при выборе дропов, а сейчас мы с вами поговорим про то, как же в действительности их поднимать. Начнем с того, что для того, чтобы поднять дроп, надо познакомиться с таким ресурсом, кто вдруг не знаком, как веб-архив. Веб-архив — это сайт, на котором хранится история сайта и его копии, то есть происходит регулярное бэкапирование ваших всех ресурсов интернета, сколь-либо значимых. И вот эти копии хранятся в этом ресурсе — webarchiv.org. web.archiv.org. Для примера я показал на слайде, как выглядит история, и вот верхняя вот эта длинная шкала, она показывает о том, в какие годы сайт существовал, когда происходило бэкапирование, в какие месяцы и какого объема был сайт, то есть какие даты и какие объемы. То есть каждый вертикальный столбик в этой диаграмме — это одна из копий данного сайта в разные периоды, в разные годы существования этого сайта. И для примера я показываю, что вот в левом нижнем углу у нас вот этот сайт выглядел вот так, желтенький, да, он такой, и сейчас там в семнадцатом-восемнадцатом году он выглядит вот так вот, там уже по-другому как-то выглядит. При этом, если мы просмотрим все копии этого сайта, там через сервисы, которые я показывал в предыдущей части, либо здесь в webarchiv, мы поймем, что в действительности на самом деле этот сайт не менял тематику, и он как был про приготовление блюд, так и остался. Что теперь делать? Нашли мы этот сайт, посмотрели, как он выглядит в разные периоды времени, как его парсить. На самом деле этот веб-архив можно парсить, и парсеров существует достаточное количество. В основе как бы их всех работы лежит технология, которая описана по первой ссылке Wayback Machine Downloader — это скрипт, который позволяет вам самостоятельно все это дело выкачивать. Как он работает, я сейчас расскажу. Помимо него существует масса сервисов, в которых этот процесс чуть более упрощен, автоматизирован и добавлен в комплекс работы с Drop-доменами. Я несколько из них привел для того, чтобы вы могли ознакомиться. Но первый инструмент, он бесплатный, многие делают аналоги его там с какими-то своими дополнительными примочками, но по факту, если он у вас что-то не поднимает, то, скорее всего, никто другой уже тоже этого из архива не поднимет. Поэтому ориентируемся на него. И если вы понимаете, как он работает, то вы можете уже поднимать дропы. Давайте разберем. На самом деле в веб-архиве существуют как бы статусы, и не обязательно качать все версии, просматривать все версии для того, чтобы выбрать лучшую, какой вам стоит скачать. То есть в разные периоды времени в веб-архиве лежат разные версии. То есть когда-то, может быть, этот сайт был недоступен, веб-архив к нему обращался, сделал сохраненную копию его, тогда у вас будет показываться он вот таким оранжевым цветом, что там нет копии, и туда заходить смысла нет. Когда у вас сайт был там перенаправлен куда-то, то у вас будет показываться зелененький кружочек на эту дату. И это значит, что там был 301 ределек куда-то, и тоже вас это должно смущать. Ну, по крайней мере, вы эту копию брать не можете. Хорошие, хорошие версии сайтов, они обозначаются синенькими кружочками. Бывают еще серенькие. То есть каждый цвет, он обозначает свой статус. Вам, вас интересуют только вот синие кружочки. Синие кружочки означают, что вот в этот период веб-архив снял хорошую версию, которая полноценно отдала ему коды ответа 200, и все куски кода какие были, веб-архив у себя в качестве HTML, CSS файлов забрал. Вот эти вещи вам как бы нужно будет доставать. Как их доставать через Wayback Machine Downloader? Ссылочку я показываю. Есть всего три варианта. По большому счету вот прям три варианта вам достаточно для того, чтобы работать с этим инструментом. То есть не надо быть каким-то программистом, несмотря на то, что там какой-то язык программирования используется, вам надо куда-то что-то подставлять. Сейчас покажу, как вы это можете делать сами. Первый вариант, если вас устраивает последняя версия, которая была в веб-архиве отображена, то есть вот последняя дата, когда вот в этой длинной диаграммке я показывал вам последняя колонка, когда веб-архив снял нормально работающую версию сайта. Частенько там на самом деле бывает какая-нибудь уже заглушка хостинга, то есть вас она не интересует. Но если она вам подходит, то вам достаточно написать просто в этом инструменте вот такую строчку, которую я прописал циферкой 1. То есть вы такой командой говорите, что ребята, то есть вы говорите скрипт, пожалуйста отработай так, скачай мне последнюю версию. Он скачает вам последнюю версию. Если вас последняя версия не устраивает, вам надо скачать версию какую-то там другую, предыдущую, которая вам больше нравится. Или там сайт был реюзнут на другую тематику какое-то время, а вы хотите вернуть другую тематику и там восстановить не за семнадцатый год, а за шестнадцатый год вас устраивает версия. Там прям та версия, которая вам нужна. То вы можете выбрать просто дату. Делается это очень просто. Вот при открытии этой версии в веб-архиве у вас отображается URL. Вот эта часть URL вы копируете, которую я отметил, подставляете туда в команду вот эти циферки и вы копируете конкретно ту дату, которая вам интересна. У вас будет версия за ту дату. И если вам нужны все версии, вы хотите уже дальше в них разбираться, выбирать, либо писать какие-то автоматизированные скрипты, которые из всех версий собирают воедино лучший вариант сайта, максимально полный и подробный, то вам нужна третья строчка. На рынке существует масса разных вариантов по автоматизации. У многих компаний, я знаю, есть свои, у нас свои, у каких-то коллег свои, но, тем не менее, есть и доступные сервисы. В самом простом варианте вы можете скачать так, как я рассказал. Теперь проблема, с которой вы можете столкнуться, если вы новичок в этой теме. Сразу после того, как вы проверили, есть веб-архив, все хорошо, вы приобрели домен и вы хотите поднять его. Лезете в веб-архив, сайт есть в веб-архиве, но архив почему-то не качается. И что делать, непонятно. На самом деле все очень просто. Решение оказывается в том, что проблема, она на уровне, наверное, предыдущих владельцев, а чаще всего даже не владельцев, а хостеров, которые ставят на свои заглушки дропнутые, они чаще всего ставят робот, запрещающий веб-архиву качать. И пока вы на купленный домен не зальете, внимание, вот пока на купленный домен вы не зальете пустой какой-нибудь индекс html и не пропишите робот allow все, то есть для всех юзер-агентов allow индексирует все. То есть робот txt, вот ваш выглядеть должен вот так. Вы заливаете пустой индекс html, вы заливаете робот txt и после этого у вас легко и непринужденно по той методике, как я рассказал, скачивается любая версия, которая вас интересует из веб-архива. Окей, то есть если вы как бы этим не занимались, для вас это будет серьезным подспорьем, вы сэкономите кучу времени. Если занимались, то окей, еще раз повторили. Что делать, когда вы скачали, когда вы скачали сайт? На самом деле его надо приводить в порядок, но приводить в порядок при определенных условиях, если он там выстрелил, ссылки сработали, стоит его переводить на cms не стоит. Это все длинные истории, я обязательно в рамках этой вот серии, в рамках этой серии мастер-классов расскажу в следующих наших встречах. Вот, а сейчас сконцентрируемся на том, что в принципе в идеальной картине мира надо делать. Первое. Обязательно надо собрать все урлы, какие были у этого сайта. Второе. Собрать все битые ссылки, какие есть внутри хоста. То есть куда-то ссылаются, битых ссылок не должно быть. Третье. Найти все исходящие ссылки. Если вы куда-то ссылаетесь на кого-то, их тоже хорошо бы знать для того, чтобы убрать и тем самым не отдавать вес своего нового сайта, который вы приобрели. Четвертое. Вам желательно собрать все тайтлы, собрать все метаданные для того, чтобы провести минимальную базовую оптимизацию всех страниц, которые есть на сайте. Либо тех страниц, которые вы решитесь сохранять, оставлять, либо поднимать, либо переписывать. Неважно. Вам надо знать, что были за страницы, какие у них были SEO-шные параметры. Пятое. Вам обязательно надо знать, на какие из страниц вашего дропа раньше ссылались ссылки. Ну, какие-то доноры были у него, и эти доноры куда-то ссылались на какие-то страницы вашего дропа. Все их надо также знать и собрать. Шестое. Вам обязательно надо вычистить все счетчики. Есть редкие ситуации, когда вы берете недропнутые домены, когда вы работаете в первую очередь, наверное, с... То есть, если дроп дропнулся, и он уже пролежал там два месяца без... или месяц, неважно, сколько он пролежал. На самом деле, важно, сколько он пролежал. Я расскажу об этом дальше. Но сейчас локально неважно. Сколько дроп пролежал, вам надо вычистить счетчики. Вот. И счетчики можно не вычищать только в одном случае, если вы там с функционов берете эти домены. Там иногда нужно для поддержания легенды, что вы в действительности как бы смены владельца не было, поддержать старые счетчики. Во всех остальных случаях счетчики надо вычищать. У нас там какие-то свои скрипты это на автомате делают, либо это надо делать ручками какому-то программисту, который будет работать с этим сайтом. Помимо скриптов бывают всякие рекламы, какие-то баннерки, какие-то партнерки. Все это надо в обязательном порядке вычищать для того, чтобы ваш сайт быстрее рос и набирал обороты. Первые четыре пункта они делают с помощью знакомых SEO-шникам Screaming Frog, лягушки так называемые, либо альтернативы бесплатной к сену. Пункт 5 делается, безусловно, ахрефсом, ну как альтернатива мега-индекс иногда используется можно. Пункт 6-7, тут прямые руки, либо какие-то свои внутренние инструменты. На рынке, в принципе, ничего такого прям нету, чтобы оно на автомате как-то отрабатывало. Ну, мы какой-то инструмент себе сделали, но вот у нас он есть. У кого-то другой он есть. Как они работают, там, мы сравнивали. У нас лучше, у кого-то хуже. Как у вас, если у вас нет, то тогда программист просто должен пройтись по всем страницам и вычистить, перед тем, как на CMS все сажать. Следующий пункт идеальной картины. Опять, если вы дроп подняли, то вам надо понимать, что происходит с его трафиком. Понимание того, что дроп вы подняли не зря, оно базируется в первую очередь на том, пошел ли у него трафик. Если трафик пошел, тогда можно выждать определенный интервал, там 60 дней, 65, мы даже там порой чуть больше выдерживаем, и тогда начать его использовать под ссылочное. Вот. Но аналитику вам надо делать. Я показал популярные варианты добавления, но когда мы дойдем до футпринтов, я вам поговорю, расскажу, что стоит делать из этого, что не стоит, в каких случаях и когда, каким вариантом пользоваться. Просто для справки, вот они все варианты, что вам стоит сделать, куда добавить и как переиндексить странички, соответственно. Не считая черных методов типа хромака. Если вы подняли дроп и все хорошо с ним, то вы у себя в рамках одной системы аналитики, которую выбрали, я вам в случае метрику показываю, увидите какую-то вот такую картину. Трафик должен вырасти. Если вы все сделали правильно, хорошо. Если трафик не пошел и не восстанавливается от того, что там что-то было раньше, ну тогда где-то вы, наверное, что-то напутали. Понимание этого, скорее всего, приходит с какими-то объемами. Но я основные шишки, которые могут быть уже за эти два мастер-класса, вам разжевал. То есть в большинстве случаев, я думаю, что у вас трафик будет прям сразу вот так вот возвращаться, если вы внимательно все послушали и сделали, как я просил. На этом второй мастер-класс закончен, а в следующем мастер-классе я вам расскажу, где брать для этих дропов, которые у вас выстрелили и пошли, какой-либо контент. То есть дропы, которые выстрелили, вы посадили их на CMS-ку и вы дальше их качаете, с ними работаете и у них обязательно должен продолжаться какой-то рост, а не стагнация и отсутствие появления новых страниц. Иначе ссылочная оттуда тоже долго работать не будет. Поэтому для пущего эффекта мы будем учиться на хорошие дропы, которые мы подняли, где-то добывать контент. Об этом я расскажу в третьем мастер-классе. Продолжение следует... Продолжение следует...